Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. На протяжении многих лет, отсматривая кремлёвскую пропаганду, мы были свято уверены, что ничего более дничного в плане телеконтента нет и быть не может. А кто нам противостоит? Да чистейший сатанизм. Но война эта становится, правда, священная ярость наша, благородная. Какую кнопку не включи, везде то победители ртом, то мамкины угрожатели. Надо брать своё. А Украина вся наша, в принципе, до Карпатских гор. А сколько среди городских сумасшедших с многочисленных ток-шоу явно озабоченной публики, это вообще отдельная тема. Он начинает нам рассказывать, чем эстонский член отличается от киргизского. Для зоофилов в Дании можно прийти, там, не знаю, черепаху изнасиловать. Видали бы вы, как взбодрился черепахолюб с фамилией Журавлёв после шуток неунывающих украинцев про щековицу. Они уже оргии устраивают, понимаете, на горе, чтобы смотреть на ядерный взрыв. Отлично! Где гора самая высокая? Давай бронировать быстрее места и устраивать там оргии. Не знаю, будет ядерный взрыв, не будет, но оргии будет больше. К сожалению, они перестают это бояться, странные люди. Короче, друзья, долгое время нам всем казалось, что конкурентов в плане пробивания дна у российских пропагандистов просто нет. Ну, разве что белорусского титана Озарёнка ещё можно вспомнить. Жалкие крысы, сплошь предатели. Висеть на осине, задыхаться с высунутым языком, облитым испражнениями. Таков их выбор. Возмездие. Возмездие неизбежно. Но тут героическая украинская армия освободила весь Лиманский район Донецкой области. И мы вот решили посмотреть, а что же по этому поводу говорят СМИ Ордло. Ну вот, тот же пробник Киселёва, к примеру. Так чему удивляться? А чему удивляться? Или эксперт по географии Марина с канала Юниор. США, высадившись в Нидерландах, героически положила конец нацистской Германии. И это был не какой-то там праздный интерес из серии «Повеселиться от нечего делать». Ведь в мае и июне, во время оккупации и Светогорска, и Лимана, ровно на этих же каналах чуть ли не на ушах от счастья ходили. Светогорск полностью освобождён. Над Красным Лиманом развивается знамя Великой Победы. Город полностью под контролем ДНР. Много было криков, пафоса. Светогорск взяли, до Макеевки осталось совсем недалеко моей родной. Мы возвращаемся домой. Мы возвращаемся домой, да. А ведь ещё в эфире за 7 июня эти упоротыши обещали уропатриотам максимально скорый выход на границы Донецкой области. А сегодня, завтра мы дойдём до своих конституционных границ. С тех пор прошло 4 месяца. И очень хочется уточнить. Ну чё там? Вышли? Просто тут такое дело. Вы людям в том же Лимане, всем колхозам кричали, что украинского флага там не будет больше никогда. Город Красный Лиман. Город полностью контролируется войсками народной милиции Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и подразделения Российской Федерации. Лиман не сдан. Лиман наш. И противник больше никогда не поднимет здесь свои флаги. Наклейки со словом «навсегда» по всему городу вешали. А теперь ВСУ заглядывают на огонёк в приёмную Пушилина. А там тишина. Флаги российские на полу валяются. Как же ж так, ребятки? Срочно прогоните этих фашистов до карателей! У нас запрос на то, чтобы, ну скажем так, поставить жирную точку и написать на карте Украины «нацизм». На Украине подавно. Подождите, как это не можете? В каком смысле ещё прошлых ванек по лесам не собрали? Но тогда будьте мужиками! Имейте смелость признать поражение. Честно скажите, что русские своих бросают. Что в момент празднеств и салютов в Донецке и в Москве... Давайте ещё раз насладимся этим поистине историческим моментом. Погибли сотни прорывавшихся из котла жителей Донбасса. Но нет ни слова. Тишь, гладь да божья благодать. Кругом улыбки, танцы и, конечно же, прям космического уровня контент. Донбасс и Луганск кормили Украину десятилетиями, а Херсон и Запорожье могут стать главными сельскохозяйственными областями человечества. Если вы думаете, что подобная жесть – это разовая акция, то нет. Вот, например, что показывали в Ордло во время боёв за Лиман. Божечки! Вы это серьёзно? Не нашли ничего лучше, чем на видео со свинкой украинский гимн подложить? Вот это тут все рыдают теперь. Зеленский место себе не находит от обиды. Вы не обознались. Это Зеленский толкает речь про Красный Лиман на фоне звуков любимого немецкого марша Гитлера. Причём, если вы думаете, что разгоняется подобный контент кем попало, то сразу расслабьтесь. Автор шедевра? На секундочку. Бывший представитель Ордло в Минской контактной группе и по совместительству Ауко-Титанесса Баба Майя. Для меня вот так – это показатель. Да-да, это та самая хабалка, которая не так давно радовалась разрушениям в Мариуполе. Мол, всё, что строила Украина, это не духовно. Мариуполь очистился вот этими всеми красивостями, мишурой, парками там, мелочами и всё такое. Его осквернили. А чем хуже ситуация, тем лучше украшают покойника. Так вот, подобную публику в Ордло не просто не отправляют на принудительное лечение, но ещё и разрешают вести, прости господи, авторские программы. А чтобы вы понимали, о чём идёт речь, эту дичь, которую там несут, просто нужно один раз услышать. Почему сначала за Родину, а потом за себя? Потому что за вот эти тысячелетия, по всей видимости, сформировался некий генетический код. А ты хочешь сказать, что героизм и самопожертвование заложены в культурном коде человека на нашей территории, русского человека? Конечно. О! Не отстают от донецких по количеству шизофрении по телевизору и луганские коллаборанты. Украина, надолго зависшая в состоянии проекта 404, вошла в стадию распада, давно ожидаемого, болезненного, неизбежного. У кремлёвских марионеток, пусть пока ещё и понемногу, но вполне системно уходят территории. На Луганщине уже освобождены шесть населённых пунктов. По данным британской разведки, ВСУ в Луганской области продвинулись сразу на 20 километров. Хотя пасечник в своё время уже победу объявил. Сегодня, 3 июля, Великий День освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение республики в её исторических границах. Я искренне поздравляю всех нас с этим новым Днём Великой Победы. Теперь же эта самая победа рискует окончательно накрыться медным тазом, ведь помимо наступления ВСУ у ЛНР возникла ещё одна проблемка. И речь сейчас о взбунтовавшейся армии. Нас пытаются в очередной раз загнать на очередное направление. Почему взбунтовались вояки ЛНРы, догадаться несложно. Их, как и донецких, покрошили под лиманом. Из целого батальона в живых осталось чуть более 190 человек. И об этом говорят сами выжившие. Со всего батальона осталось 193 человека. Все 193 человека стоят на трассе, на обочине, потому что высшее руководство далее в расположение части никого не пускает. Воевать дальше эти мужики отказываются наотрез. То есть 24 февраля пропагандисты катались по ушам своим зрителям рассказами о якобы сдающейся и отказывающейся воевать украинской армии. Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают свои позиции. А спустя 7 месяцев вдруг оказалось, что все с точностью да наоборот. Не хотят быть пушечным мясом как раз свои. Нас тупо слили, нас накрыло ордой. Приказ был выйти в лиман. В лиман мы вышли, но мы были одни. Все сгорело. Вытянули, кого смогли. Пацаны до сих пор там остались лежать на асфальте. И, конечно, это топ-новость конкретно для ЛНР. Пропагандисты же так громко кричали, что любят и уважают своих защитников, а они теперь, как побитые собаки, под трубами спят. Это наши ребята. Так их принимает республика наша. Спят на улице под открытым небом. Наше руководство не посчитало нужным, пока мы здесь, обеспечить нас водой, теплыми вещами, спальниками. Ну и всем остальным. Тут бы в пору студию собрать, разборки устроить. Коммунист вон до войны не меньше ста столов изнасиловал. Так этими вояками Украине угрожал. Мы вас найдем. Мы за вами идем. Есть только одно место, где вы можете скрыться от нашего правосудия. Это ад. И торопитесь туда. Ну же, где вы теперь, крикуны? Че скажете? Опасные. Будете своих выручать или нет? Судя по новостям, разбитые батальоны никому нафиг не нужны. Да и правда. Пусть хоть всю зиму на трубах спят. А вы лучше своим несчастным зрителям по ушам сенсациями типа отставки Зеленского покатайтесь. Вариантов несколько. Госпереворот наименее вероятен. Из оставшихся вариантов смерть под русскими бомбами где-нибудь в Николаеве или Одессе. Покушение с последующей смертью в больнице. Или даже добровольное сложение полномочий по состоянию здоровья. Разумеется, отстранение будут пытаться повесить на Россию. Это была ровно 1488 серия, когда на канале Луганск-24 отправляли в отставку президента Украины. Американо-британские кукловоды решили даже пожертвовать Зеленским. Тем более толку от него в последнее время немного. Замена Зеленскому уже давно на низком старте. Помощники Украины недовольны, хотят своего карманного шута заменить. Заодно навесив на него весь негатив и свои просчеты. И очень бы хотелось спросить, вам самим еще это не надоело? Даже когда вы из нищего Луганска развал Америки или голод в Европе обсуждали. Американское государство изнутри взорвать было бы очень легко. Америка это и так и ранее была достаточно неблагополучная страна. Соединенные Штаты начнут распадаться. Это и то не так позорно было. Причем забавно, что когда аргументов нет, приходится буквально натягивать то ли сову, то ли политолуха Крысенко на глобус. Ведь, чтобы вы знали, Украина после ролевых игр в референдум вообще приуныла. Историческая справедливость восстанавливается. Это понимают даже упорно забывающие о перемогах киевские марионетки Запада. И, внимание, даже не планируют больше финансирование Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Даже в украинском бюджете, проект которого согласовывается с Госдепом, уже нет расходов на Запорожскую и Херсонскую области. Про Донбасс и говорить не приходится. Как не хорохорились в Киеве, как не надували щеки, не сотрясали воздух. Итог один. Признание. Да, пока косвенное, но уже на уровне государственных документов. Ушедших в Россию областей уже нет в перечне получателей средств госбюджета. А значит, нет и в составе незалежной. Такая вот зрада. И тут, конечно, вообще непонятно, смеяться или плакать. Ну хотя бы клюв постеснялись открывать, когда ваша типа народная милиция с российскими контрактниками на перегонки убегает. Большая часть крупных городов Донецкой области под контролем ВСУ. В Луганскую уже вошли. В Херсонской за два дня. Минус 17. Мы на Херсонщине потеряли 17 населенных пунктов. 17 населенных пунктов. Прямо тревожно и это вежливо выражаясь. Ну а Запорожье, которое вы сейчас стираете с лица земли, разрушаем многоэтажки. Российская армия дважды обстреляла Запорожье. По городу нанесли семь ракетных ударов. Удар пришелся на жилые дома в центре города. По населению все равно куда больше, чем вся пока еще оккупированная часть Запорожской области. И когда даже Путин делает вид, что Запорожье взято. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. А в реальности и близко нет, то это вишенка на тортике вашей вечной лжи. Ваших липовых побед и отсутствие тестикул, чтобы сказать людям малоприятную правду. И фиг с ним, боитесь говорить о разгромах на фронте? Ну так об экономике скажите. Вы ведь же прибежали хорохориться, когда Россия на все оккупированные территории Украины аж 3,3 лярда рублей выделила. Россия направит 3,3 миллиарда рублей на поддержку Донбасса, Херсонщины и Запорожья. Ай да Мишустин, ай да щедрая душа. Только есть один нюанс. На пропаганду Россия выделила почти в 6 раз больше. За три месяца 2022 года расходы на государственные СМИ составили 17,4 миллиарда рублей. Это втрое выше, чем годом ранее. Вы просто вдумайтесь. Скобеева, Соловьев и прочие Симоньян стоят в 6 раз дороже. Миллионов несчастных людей, оставшихся по вине России без работы. А часто и без жилья, да и элементарных удобств. Это, к слову, о приоритетах, о криках своих не бросаем. Да бросайте, конечно. Думаете, украинцы будут, как ваши ура-патриоты, вечной переможенькой из телевизора питаться? Очень сомневаемся, что у вас получится сломать через колено. Ведь, как показала Харьковская и Север Донецкой области, вы можете говорить что угодно, там трясти кулачком, обещать. А потом придут парни с синим скотчем на рукаве. И обязательно, еще раз, обязательно наведут порядок. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!